12 апреля 2021 года отмечается 60-й день космонавтики. И для жителей России это особый праздник, ведь первый человек в космосе – наш соотечественник Юрий Гагарин. Несмотря на все происки недоброжелателей, это в первую очередь праздник тех народов, которые в общей связке совершили то, что раньше считалось фантастикой. Радует, что молодое поколение относится к попыткам переиначить историю своей страны с точки зрения фактов, а не домыслов и поклепов. Акция «Улыбка Гагарина» актуальная и креативная инициатива, которая исходит от неравнодушной молодежи. Многим зрелым людям, а уж тем более детям и подросткам, принять участие в ней – способ стать ближе к истории своей страны и ее космонавтике, подвига простого человека и миллионов тех, кто сделал полет человека за пределы земной атмосферы возможным и стала важнейшей вехой в освоении космоса. Оно дало нам огромный прорыв в технологиях, в покорении космического пространства. Без этого полета сейчас не было бы всех тех технологий, которые мы добились, как Советский Союз отправил, пилотировал человека в космос. Если говорить глубже, вся система современных гаджетов так или иначе строится на спутниковых технологиях, большинство из которых было бы невозможно разработать без наличия живого человека на околоземной орбите. Приятно, что волонтеры из Артемовского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» не оставили столь важную дату без внимания. Дали возможность прохожим запечатлеть себя на снимке символом прорыва в космической сфере Юрием Гагариным. А главное, не забыли о том колоссальном значении, которое в него внесли наши предки.